Сегодня в канун Дня защитников Отечества в Логойском районе почтили память жертв последней сожженной фашистскими оккупантами деревни Дальва. Вместе с тем воспитанники Плещеницкого интерната Олимпийского резерва, учащиеся школ Логойского района и его наслужащие устроили пробег по маршруту Минск-Хатынь-Дальва. Возложить цветы к монументу приехали представители Белорусского фонда мира и Совета ветеранов Белтии радиокомпании, учащиеся местных школ и колледжей. Это служит большим патриотическим воспитанием нашей молодежи. Ведь им многим по 13-15 лет, я имею в виду, школьников. Вот таким был Николай Петрович. Он и должен служить им, и они все должны, молодежь, понимать, что такой, как была наша Великой Отечественной войны, не должно повториться, и что они должны делать все для того, чтобы укрепить мир. В июне 44-го года Дальва настигла участь в Хатыни. Фашисты сожгли заживо 44 местных жителей, большинство из них дети. Единственным, кому удалось выжить, был 13-летний Николай Гирилович. Спустя годы он возглавил аппаратно-студейный комплекс Белорусского радио. А в 1969 году инициировал строительство мемориального комплекса на месте своей малой родины в деревне Далева.